Привет, друзья! С вами Школа Воркаута и сегодня мы работаем с дополнительными весами. Да, наконец-то добрались до работы с дополнительными весами, но делать мы это будем, естественно, в рамках воркаута. Соответственно, мы будем делать брусья, турник, отжимания, все по стандарту, вся наша любимая база, но работа именно с дополнительными весами. Дополнительные веса – это краеугольный камень в занятиях воркаутом, потому что именно дополнительные веса помогают вам развивать мышечную массу. И это основная цель, ну, наверное, 70%-то точно занимающихся воркаутом. Сегодня поговорим про работу именно с огромными, скажем так, очень большими весами, которые являются лимитирующими весами именно для вас. У кого-то это, там, 30 кг на брусе, у кого-то 50, у кого-то 150, как угодно. Эти советы, которые я сегодня дам, они подойдут всем. Погнали! Итак, друзья, что важно вообще, в принципе, в занятиях... Да, ё-моё! Раз, два, три, раз, два, три. Просто чувак не выключил кнопку, знаешь, такой. Итак, база, дополнительные веса, бла-бла-бла. Что самое главное? Конечно же, самое главное – это прогрессивность. Как добиться прогрессивности в работе с дополнительными весами? Ну, наверное, все знают, для всех это известно. Брать сначала более маленький вес и потихонечку-потихонечку его добавлять. Как это работает в рамках одной тренировки? Естественно, вы берете сначала поменьше вес, потом побольше, побольше и побольше. И тем самым, так скажем, разогреваетесь, подготавливаете свои суставы, проверяете свои мертвые точки в движении, да, и в амплитуде. И затем уже, соответственно, подбираетесь к тем самым максимальным весам, если вы работаете одно повторным или три повторным. Ну, то есть, вот в таком вот режиме максимальных весов, что очень круто для развития силовых показателей именно. Но что же с этим подходом не так? Все дело в том, что вы тратите огромное количество сил на разогрев. Тем более, когда это происходит в холодное время года, как сейчас, и вы тратите огромное количество времени, сил, энергии для того, чтобы добраться до своих максимальных показателей. И уже не выдаете максимум там. Конечно, я не говорю, что прогрессию по весам стоит исключить. Она должна быть, но она должна быть более сжатая. А что нужно включить? Эту прогрессию по амплитуде и прогрессивный подход именно в рамках одного повторения. Сейчас я на примере буду показывать, что это, как это и как это помогает. Более того, скажу, что это реально практический совет, потому что со многими моими учениками мы побивали рекорды именно по такой технике и делали все новые и новые шаги в прогрессиях именно по такой технике. Поэтому пользуйтесь. Тема реально рабочая. Работа с дополнительным весом, конечно же, хорошо, особенно, когда мы говорим про базу. Но, тем не менее, для того, чтобы начать работать с дополнительным весом, нужно определенно, точно и четко изучить технику базовых движений. Что вам поможет это сделать? Конечно же, наш базовый курс. То есть там вы не просто изучите технику, как правильно делать определенные базовые упражнения, как их развивать, как делать базовые упражнения с фокусом на определенную группу мышц и так далее и тому подобное. Также найдете огромное количество уже готовых программ тренировок под абсолютно любые цели и абсолютно любые уровни. Там 4 уровня. То есть каждый найдет себе что-то нужное. И когда вы уже освоились с этой техникой и даже продвинулись дальше, делайте какие-то вариации этих базовых упражнений. А их там просто нереально много. Вот, допустим, есть брусья, да, отжимания на брусьях, а там жимовых только движений, по-моему, то ли 7, то ли 8 различных, в которых внутри еще по 4 различных варианта улучшения, упрощения, усложнения и так далее. Так что, когда вы это все изучите, вы будете готовы работать с дополнительными весами и двигаться дальше. Все ссылочки на базовый курс вы найдете в описании. А если базовый курс вам маловат и вы уже готовы к продвинутому уровню, к изучению флага, стойки на руках, отжимания стойки на руках, флага дракона, заднего виса, господи, сколько у нас там всего угла и высокого угла. То есть прокачать все мышцы тела именно с помощью калистеники, то продвинутый курс специально для вас. Также ссылочка в описании и также самые лучшие цены для вас там. Итак, сегодня у нас будет гость. Наконец-то вы будете смотреть не только на мое унылое лицо, а наконец-то у нас будет какой-то новый человек. Вот он пытается уже войти в кадр, но я еще не называю его имя. Никита, давай, входи. Здорово, это наш Ярославский атлет. Он очень крутой именно в занятиях с дополнительным весом, но и с собственным весом тоже умеет много чего. Он не захватил дополнительный вес, точнее он захватил с собой свой дополнительный вес, но у нас есть необходимый дополнительный вес для него. Также у нас есть ремень, вот, ну и естественно мы по стандарту поздоровались, хотя он и затаит уже час, но это такая вот стандартная блогерская тема. Зачем-то нужно обязательно здороваться на камеру, и я это никак не могу у себя даже перебороть. Итак, он нам будет сейчас показывать технику, которую я ему уже объяснил за кадром, и буду я вам ее объяснять уже в кадре, получается. Так что давай, бери вес, бери ремень и погнали. Возьми шестнашку и разомнись с ней сначала. Сейчас мы будем разминаться с 16 килограммами сначала, потому что атлет разогрелся только со своим весом. Сейчас мы ему дадим 16 килограмм. Для его веса это вес совсем небольшой, поэтому он разогревается именно с ним. Как я уже говорил, прогрессия именно с добавлением веса имеет место быть. Но есть еще один метод, который помогает работать именно с большими весами. Про это мы сегодня и будем говорить. А пока у нас Никита разминается, и мы уже будем переходить к тому самому методу. Причем этот метод как для брусьев работает, так и для турника. И если вам интересен для турника именно отдельный ролик, мы с Никитой тоже обязательно его снимем. Так что обязательно оставьте комментарий по этому поводу. Итак, мы разогрелись с собственным весом. Мы разогрелись с небольшими весами. И мы переходим к тем весам, которые у нас одноповторные максимумы, скажем так. Для того, чтобы прощупать новые веса. Для того, чтобы нетравматично, нетравмоопасно работать с такими большими весами. А здесь у нас много. 3 шестнашки. Сами умножьте, посчитайте. Мы будем работать по определенной схеме. Первый шаг вот этой вот прогрессии одноповторной. Это будет негатив. Вы скажете, не удивил. Как бы понятно. Но негатив контрольный с прощупыванием точки невозврата. То есть мы должны опуститься до 90 градусов, где-то там максимальную амплитуду свою прощупать. И как только чувствуете, что вес вас продавливает, просто поставить ногу быстро, аккуратно на пол. Тем самым приняв стабильное положение и вернув себя в изначальное положение на брусьях. Погнали. То есть мы встаем на брусья. Опускаемся. Медленно, главное. Медленно, подконтрольно. Прощупываем точки, где нас уже ломает, да, где нас прожимает. И ставим аккуратно ноги. Ставим ноги, да, и поднимаемся спокойно наверх. Также наверху. Можно здесь вот паузу сделать, прощупать вес, почувствовать его. А потом уже делаем негатив. Опять ставим ноги. Буквально 2-3 повторения вам будет достаточно, если вы действительно правильный вес для себя взяли. Пока больше не нужно. Приступаем к следующему шагу прогрессии именно с большими весами. Итак, следующий этап это негатив плюс позитив. Опять же, все логично, супер логично. С одной стороны, с другой стороны есть нюанс, как обычно. Здесь мы также будем помогать ногами, но помогать ногами именно в точке невозврата. То есть вы должны чуть-чуть себя подтолкнуть ногами, а затем уже продолжить движение, как только вы вышли из этой точки невозврата, именно со своими силами. Здесь тоже есть нюанс. У нас брусья слишком низкие для Никиты, да и для меня низковатые. Вообще, в идеале найти брусья для этого упражнения, которые будут идеально подходить под 90 градусов локоть-плечо, и вы стоите ровно на земле. Вот такой вот высотой у вас должен быть брусь, чтобы идеально, грубо говоря, чисто за счет подъема на икры, да, чуть-чуть себе помочь, чтобы дальше уже вам никак ни коленями, ничем помочь уже не получалось. Вот. То есть вы, опять же, сможете легко эту вот маленькую амплитуду проработать. Здесь мы покажем просто примерно. Понятно, что здесь как бы много можно помогать и коленями, и, грубо говоря, практически, да, выпрямятся уже в локтях. Но, тем не менее, давайте попробуем. С позитивной дальше в негатив уходим, ставим ноги, чуть-чуть себя там контролируем, и дальше уже чисто руками, чисто руками помогаем. Да, 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 да. Вот. Вы должны именно чувствовать вот эту точку невозврата, там, где вас прожимает, там, где вы чувствуете вот эту вот опасность для плеч и для груди. И именно за счет вот этого дополнительного контроля и морально, и физически вам будет проще добиваться все новых и новых весов. И вариант реально рабочий, потому что я совсем недавно в конце лета занимался с дополнительными весами на брусьях, и именно так я прям хорошо продвинулся и по рекордам, и по силам показателям. Итак, друзья, на этом все. Если хотите видеть Никиту больше, то обязательно напишите об этом в комментариях. Я уверен, что вы захотите, Макс почему-то качает головой. Тем не менее, на сегодня все. Я надеюсь, вы этот совет не просто посмотрите здесь, блин, на Ютубе, а реально примените, и реально добьетесь крутых результатов, и напишите под этим видео обязательно спасибо за эти новые результаты. Итак, на сегодня все. Спасибо, лайки, подписка на канал, если еще не подписаны. Обязательно жмякайте колокольчик, потому что именно он позволяет видеть наше видео первыми. Все.